Микс Ньюс Еще раз гостя представлю, представитель поискового общества «Легенда» Виктор Лелис у нас в гостях И телефон напрямого эфира 672 12 93 9, 672 13 93 9 В WhatsApp можете писать сообщение 230 6191 Виктор, еще раз доброе утро Ну, с чего, наверное, хочется начать Вот каждый год мы читаем новости о тех, там, археологических, так можно назвать, работах Которые ваше общество, находках вообще, поисковых операциях Которые ваше общество производит Затем это тоже, там, происходит перезахоронение и так далее И, в принципе, очень часто представители вашего общества Ссылаются на фразу, если не ошибаюсь, Суворов ее сказал О том, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат Да, но в нашем случае, боюсь, что этот момент наступит очень нескоро По крайней мере, на территории Латвии Или не наступит никогда Или не наступит никогда, потому что мы ведь находим солдат не только по Второй мировой, но и солдат по Первой мировой В январе у нас было перезахоронение на пулеметной горке Тех солдат, которых мы нашли в течение прошлого года Именно в районе боев на пулеметной горке Ну, у вас просто, извините, я хотел именно закончить вопрос тем, что Вот, учитывая, что для вас 9 мая, так можно выразиться, оно круглухо продолжается Ну, и не только 9-е, а все остальные даты связаны с другими крупными военными событиями Первой мировой гражданской войной и так далее У вас есть ощущение, что война, она как бы не закончится, не заканчивается и вообще не закончится? Ну, в общем-то, наше, если так можно сказать, хобби – это уже образ жизни И мы очень тесно сплетены с историей, именно с последствиями войны И, может быть, как никто другой, в общем-то, мы понимаем все те ужасы, которые пришлось пережить тем людям, которые были вовлечены в эти события И, конечно, на наше поколение тоже выпали определенные события, тот же Афганистан Вот, но масштаб этих событий, они несравнимы Все, имеете в виду, в Афганистане были участники именно вашего поисковой организации? Среди наших ребят, слава богу, никого в Афганистане не было, но мы знаем тех, кто там были, и среди моих знакомых такие есть Вы говорите о том, что для вас война – это такое продолжающееся событие, по крайней мере, это эхо войны, которую вы ощущаете Можете ли вы сказать, поскольку всегда затрагиваете эту трагедию людей, что ваши экспедиции, они заставляют думать о способах сопротивления Противление войны порождает, ну, такой пацифизм, да, в тех людях, кто этим занимается, ну, в том числе участников вашей организации То есть, по-хорошему, пропагандистский элемент какой-то Ну, я не хочу сказать, что пропагандистский элемент Просто я говорю, что мы, пропуская все это через свои руки, через собственное восприятие Конечно, многие вещи понимаем совершенно иначе, нежели, допустим, рядовой обыватель И, возможно, где-то, скажем, то ощущение нестабильности, тревожности в окружающем мире у нас Возможно, среди наших членов оно, скажем, выше, чем в среднем Ну, поясните, пожалуйста, что значит иначе, чем рядовой обыватель? Вот как вы видите, это воспринимается обществом, да, и в чем ваше отличие? Ну, общество воспринимает историю, в первую очередь, по книгам и, особенно, в последнее время, по фильмам Вот, а любое художественное кино, поверьте, ну, не может передать всех тех реальных ужасов, да, которые эти люди пережили А мы это видим, и нам очень иногда помогает в поисках, чем мы заняты постоянно Мы пытаемся анализировать ситуацию, в какой останке найденные нами этот человек, в каких обстоятельствах он погиб Потому что, воссоздавая эту картину, нам получается найти, скажем, и тех солдат, которые могут быть поблизости И вот, видя все эти разорванные тела, пробитые черепа, разломанные кости, осколки, которые мы выбираем из груди, из области живота Из застрявших, застрявшие осколки из костей, пробитые пряжки, медали Ну, поверьте, это впечатляет И за ваше, вы ведь занимаетесь этим уже ни год, ни два, ни десять Ни год, ни два, ни десять в этом году, летом у нас своеобразный юбилей Потому что 20 лет назад сложился костяк, если так можно сказать, ну, ядро, основное ядро нашего Это когда танк доставали, да? Да, именно так, это было эпохальное событие, вот, где тогда, вот, я впервые узнал Таласа Эйшмита 20 лет За 20 лет, вот, такие сухие цифры есть какие-то, подведены уже, статистические? Нет, мы принципиально не ведем статистику, потому что мы исходим из того, что мы делаем то, что считаем нужным И, ну, как бы, у нас нету социалистического соревнования, да, для того, чтобы соревноваться с кем-то, о чем-то Наша работа видна на кладбищах, на братских могилах, да, и, может быть, когда-нибудь, когда выйдем на пенсию И будем писать мемуары, тогда мы пройдемся по тем табличкам каждого года перезахоронения, постановленных имен Ну, в этом смысле можно сказать, что война, это, она не является статистическим каким-то показателем Это трагедия отдельной личности и отдельной семьи Совершенно верно, потому что миллионы, это же не я сказал, миллионы, это статистика Ну да, приписывает Стагна эту фразу, да Конечно Приписывает эту фразу Стагна, хотя не факт, что он ее говорил Ну да, ну Но это не важно, мысль интересная, да, и, в общем-то, справедливая А я вот сейчас мы во Вторую мировую, Великую Отечественную углубимся По поводу Афганистана у меня такая мысль пришла Вот по поводу хронологически, ну, понятно, что вы знакомы, что Афганистан просто ближе хронологически А что касается последних тоже территориальных, хронологически ближайших, наверное, к Латвии войн Это, наверное, Чечня и, в первую очередь, Украина А уже какие-то раздаются вот этих тоже трагедий, в принципе, какие-то эхо оттуда И как вы видите, вот, я не знаю, наверное, тоже об этом думали, сопоставляли? Ну, не более, конечно, среднего обывателя, да Потому что нам никаким образом не приходится сталкиваться с подобного рода событиями Но мы знаем, соответственно, ребят, в том числе и саперов, которые были в миссиях И в Ираке, и в Афганистане уже в латвийское время Вот, и скажу откровенно, у нашего Талеса даже родственник погиб Который военнослужащий латвийской армии, да, но это... В каких военных действиях? Если я не ошибаюсь, в Ираке А, то есть на Ближнем Востоке? Да, на Ближнем Востоке, ну, это уже в наши годы, что называется, да Поэтому мы сталкиваемся, как и любой человек, живущий в Латвии С теми событиями, которые нас окружают Но, конечно, наши все интересы, они все-таки в прошлом 672-12-93-9, 672-13-93-9 Представитель поискового общества «Легенда» Виктор Лелис у нас в гостях Как я уже сказал, каждый год мы слышим о торжественных перезахоронениях Поисковых операциях и экспедициях Вот 1 мая торжественно перезахоронили, страшно сказать, останки 275 воинов Красной армии 257 Да, 257 Это большая цифра И найдены эти останки компактно, достаточно именно в районе поселка Памполи Причем впервые на той горе массовое захоронение мы нашли 16 лет назад Вот, и тогда плугом просто вывернули кости Слава Богу, люди сообщили 16 лет назад мы подняли более 140 останков советских военнослужащих Одного удалось установить по медали за отвагу Такой сержант Михеев И вот в прошлом году во время реконструкции дороги, которая прилегала непосредственно вблизи тех ям, которые мы тогда 16 лет назад обнаружили Опять были вскрыты костные останки людей И, соответственно, большое спасибо строительной компании, которая занималась реконструкцией этой дороги, что они нам сообщили И остановили работы И в несколько дней мы интенсивно на этом месте работали И вот нам удалось поднять еще две сотни бойцов Ну, по поводу строительной компании Чаще всего вы ведете экспедиции по местам военных действий О таких вот случайных находках вам сообщают Ну, в данном случае самоуправление, которое вело, может быть, строительные работы Или по смене дорожному покрытию Я в том числе ознакомилась с тем, что в некоторых странах даже были предложены такие законодательные акты Которые бы обязали застройщиков при проведении работ по землеиспользованию Закладывать в стоимость сметы, в том числе затраты на обследование территории Для того, чтобы могли, допустим, обнаружить возможные останки людей Это мысль, на мой взгляд, очень правильная Потому что вся территория Латвии – это большое поле боя Больше или меньше интенсивности Но кроме останков солдат Нужно не забывать еще и наличие взрывоопасных предметов Они могут быть даже в тех местах, где боевых действий не было Потому что были склады какие-то Были какие-то разбитые повозки Разбитые машины, которые подвозили боеприпасы Поэтому этого добра в латвийской земле очень много И буквально на прошлой неделе мы, опять-таки, 1 мая После перезахоронения мы выехали в ближайший лесной массив У нас там уже был намечен фронт работ И подняли еще останки полутора десятков солдат В том числе один был с медалью «За отвагу» То есть нам удастся установить его имя И мы сдали пару сот предметов взрывоопасных саперам Выехала полиция, потом приехали саперы Так что если при строительстве фактически в любом месте Латвии Возможность обнаружения останков взрывоопасных предметов Она очень велика Ну и события трехдневной давности Трагические, связанные с офицерами албанских вооруженных сил В принципе, показали, что значит работать сапера Да, но мы, конечно, не знаем всех обстоятельств Наверное, нам этого и не надо Пока еще, да Но мы знаем, что они уничтожали взрывоопасные предметы Именно Второй мировой войны Это тоже о многом уже говорит Сейчас мы примем за руку Кстати говоря, вот вам приходилось когда-нибудь тоже Во время экспедиции на ТКТ? Наверняка приходилось на всякие боеприпасы Ну вот я говорю, первого числа мы буквально 200 примерно снарядов, гранат мы передали саперам И при этом, ну, там какая-то техника безопасности особая должна соблюдаться Это же тоже очень большой риск получается Ну, я скажу так, за 20 лет нашей интенсивной деятельности, да Слава Богу, что называется, постучи по дереву У нас никаких инцидентов не было, да То есть мы понимаем, что мы делаем Тем более, что все ребята у нас прошли вооруженные силы разных, скажем, временных народов Вот, и понимают, что делают В этом плане, скажем так, у нас таких нездоровых людей нет Ну, а саперы свое дело, естественно, знают гораздо лучше Были звонки, вот сейчас, да, примем Наденьте, пожалуйста, наушники вот лежат Доброе утро Доброе утро, пожалуйста Да, мы вас слышим Здравствуйте Здравствуйте, да, пожалуйста Ну, я хотела, во-первых, поблагодарить вашего гостя за их работу И вот я слышала такую фразу от него, что действительно у нас сейчас фильмы, которые совершенно не отображают Великую Отечественную войну И Вторую мировую, ну, действительно, компьютерная графика идет Ну, в общем, совсем не то И я хотела посоветовать посмотреть, очень многие этот фильм забыли Молодежь не знает, это фильм, знаменитый фильм, неизвестная война, Великая Отечественная Ее создали американцы вместе с нашим знаменитым режиссером Роман Карман Очень хороший фильм, и вот он действительно очень многое показывает про все эти ужасы войны И блокаду Ленинграда, и Москву, защиту и Волгоград, когда Сталинград защищали И я еще хочу сказать молодому человеку, что вот у них война не окончена Всего вам хорошего, до свидания Спасибо Спасибо Ну, раз уж мы заговорили про кино, наверное, хотелось спросить тоже об этом Вы очень много имеете дело с, ну, можно сказать, артефактами, орденами, прочими такими вещами Когда вы смотрите кино, его сейчас, его меньше не становится, в принципе, только больше, наверное, на тему Второй мировой Вот, что вы испытываете? Ну, таки есть, что сказать по этому поводу, потому что мы спокойно смотреть фильмы, снимаемые про Вторую мировую войну, не можем По той причине, что, опять-таки, хорошо разбираясь в предмете, мы видим, какую халтуру в основном, 90%, да, гонят Что российский кинематограф, что западный кинематограф, да, и, конечно, без грусти на это смотреть невозможно Потому что и здравый смысл, ну, в общем-то, и исторические события, и факты, и интерпретации Они жертвуют целую угоду красивой картинки, компьютерной графики Или, скажем, тем каким-то историческим, идеологическим штампом Которые с конца 80-х, 90-х, в общем-то, захлестнули и Восточную Европу, да, и Россию, и Запад То есть, если речь идет о художественных картинах, мы не говорим никакой реконструкции абсолютно В последнее время, слава богу, стали привлекать все больше и больше реконструкторов И, по крайней мере, откровенных ляпов по формам становится все меньше и меньше Но если мы смотрим боевые действия, как они происходят, как они показаны в кино, да То очень часто на это смотреть невозможно Вот только что слушательница посоветовала на ее вкус, да, картину, которую считает, должен посмотреть Каждый, у вас есть такой рекомендованный фильм? Да, конечно, я говорю, что мы смотрим очень-очень заинтересованно и неравнодушно И очень придирчиво любое кино, а второй мировой Вот, и я говорю, 90% это, в общем-то, откровенно развесная клюква, да, но есть и шедевры Например? Среди шедевров, я, например, считаю, это 28 панфиловцев, да, потому что настолько четко показано и ужас, и реконструкция боевых действий, да, что плюс техника, это... Ну, стоит... Ну, ведь как раз этот фильм вызвал, вы только что говорили о этих событийных интерпретациях Этот фильм ведь там более чем дискуссию вызвал, как вы к этому относитесь? Был или не было вот это все? Понимаете, дискуссию вызвал только один аспект этого фильма, само название, собственно, да, и то был ли этот подвиг или не было Ну, это уже большое дело Вот, это большое дело, но я в таких случаях задаю вопрос, да, 316-я стрелковая дивизия по результатам боев под Волоколамском получила наименование 8-й гвардейской Вопрос Если не было 28 панфиловцев, то кто остановил танки и за что она получила звание 8-й гвардейской дивизии? Мы можем, конечно, где-то ерничать по поводу того, что приехал корреспондент и, условно говоря, вырвал где-то первые 28 фамилий, которые были, да, и приплел туда политрука Клочкова Но факт то, что Клочков погиб, да, и кто-то танки пожег Эти люди, не эти люди, это другой вопрос, да, но факт подвига был, да, фамилии, может быть, были другие Или не совсем те, которые, или не все те, которые были упомянуты, да, но факт был И танки жгли, и дивизия устояла, и свой подвиг совершила, это факт Закрывая тему кино, наверное, ближе все-таки нам латвийская повестка, скажем так И в Латвии тоже снимают фильмы, ну, из последнего, ну, «Отец ночи» сняли в прошлом году, но это скорее такая тема Холокоста, но все равно это война Снимались в «Рига с Сарги» тоже, ну, достаточно таких фильмов В преддверии столетия в том числе, да? Да, 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 как вы смотрите на эти фильмы, например? Первый фильм я не видел, ничего говорить не буду, да, «Рига с Сарги» Я лучше помолчу, а то я много всего скажу про него, поэтому, ну, там вообще, на мой взгляд, там, с точки зрения реконструкторов, с точки зрения каких-то исторических событий, достоверности, качества отснятого материала, да, соответствия какими-то... Ну, честное слово, я лучше помолчу, да Мы тоже помолчим, потому что сейчас небольшой перерыв, и мы вернемся, у нас двухчасовой спецэфир, посвященный теме 9 мая В этой части у нас представитель поискового общества «Легенда» Виктор Лелис, не переключайте, буквально пару минут Продолжается двухчасовой спецэфир, он, кстати, имеет название, я забыл упомянуть Мы назвали наш спецэфир «О чем молчат медали, о чем говорят политики» В первой части мы, условно, говорим о медалях, об истории, которые сейчас вспоминают все реже, а вот политики как раз-таки на теме 9 мая, как правило, и зарабатывают очки, особенно ближе к этим датам А во второй части, кстати, к нам придут политики, и вот, пожалуйста, звоните сейчас и во второй части 672-12-93-9, 672-13-93-9 Кино мы обсудили, а вот по поводу перезахоронения в Пампале 257 останков было найдено, и сказали, что 16 лет назад было найдено еще количество Я правильно понимаю, что это все в пределах какого-то там участка, холма, то есть это какое-то очень там небольшое расстояние Да, это был холм, который несколько раз переходил из рук в руки, там были очень интенсивные бои, был прорван фронт советскими войсками В том числе в этих боевых действиях участвовала и мной упомянутая 8-я гвардейская дивизия, она же конфиденция Это про 1945 год мы, собственно, говорим 1945 года, но в окрестностях бои шли с января месяца, да, и так получилось, что на этом холме образовалось братское захоронение Это все мы уже потом по картам изучали По каким-то причинам оно не было перенесено, а по бумагам оказалось, ну, отчет был о том, что они эксгумированы еще, по-моему, в 1947 году Да, и перенесены якобы туда же на кладбище в Пампале По факту, к сожалению, нет Они оказались там, где и... Как так получилось, что согласно архиву, да, все тела были эксгумированы, де-факта нет? Я вам объясню Я вам объясню, понимаете, бумага стерпит все А в жизни все бывает иначе, да Опять-таки вернемся к ужасам войны Вы представляете, массовое захоронение человеческих тел и эксгумацию их спустя неполных два года Тем более глиняная почва Я прекрасно понимаю тех людей, которые занимались эксгумацией, да С точки зрения сегодняшнего дня это, конечно, неправильно Но вскрыв могилу, да, и увидев все, что там Со всеми сопровождающими эффектами В виде запаха Через такой непродолжительный срок, да А два года это еще недостаточно для того, чтобы труп у нас расслабился? Абсолютно нет, глиняной почты нет Я когда служил в армии Нас привлекали тоже к перезахоронению останков Укрупнялись братские кладбища, да И я сам участвовал в таких мероприятиях Так вот, там, где почвы песчаные, да, это середина 80-х, да Все, все окей А там, где почва глиняная, я там не был, но мои сослуживцы Они на такое перезахоронение выезжали Там, правда, были гражданские, захороненные евреи, цыгане Вот, и тоже глиняная почва вскрыли экскаватором вот эту могилу Я не скажу сейчас место, где это было, да Вот, и, ну, там был просто тихий ужас, да И я честно скажу, из этой могилы Мне сами эти ребята рассказывали, забрали буквально несколько костей, да И, ну, чтобы символично как бы перезахоронить Потому что это просто было нереально, да Среди то, что там внутри закапсулировалось, да И эти несгнившие останки со всеми сопровождающими моментами Так поверьте, в 1947 году это все было еще ужаснее, да Поэтому, поскольку этим не занимались военные, а занимались гражданские Ну, отсюда, в общем-то, и все вот эти вот варианты, да Таких недоработок, поверьте, очень много, да И мы сейчас даже где-то, можно сказать, целенаправленно Проходим по бывшим местам, где были вот эти братские могилы Вот, и мы сталкиваемся с тем, что, да, местами, судя по всему, где обстоятельства позволяли, да Они эксгумированы очень хорошо, да, качественно Но, к сожалению, есть места, где, по большому счету, останки находятся до сих пор внутри, да Может быть, подробнее о специфике вашей работы Вот, когда поисковый отряд, организация находит некие артефакты или останки Что происходит дальше? Если мы находим награды Ну, если говорить о советской армии, да То, к сожалению, спустя 70 лет нам удается установить личности солдат Только в случае, если при них находятся награды номерные, да Если по 41-му году, тогда, да, можно найти так называемые капсулы В нашей практике такие моменты были, когда нам удалось по вкладышам в абонитовые футляры установить имена солдат Но по 41-му у нас находок гораздо меньше, да, чем по 44-му, 45-му, да Поэтому по 44-му, 45-му, там, где основные, скажем, наши работы проводятся Идентифицировать солдата можно только по номерной награде Документы очень редко мы подняли ИЛ с 6-метровой глубины в болоте, да Там документы сохранились, да Впрочем, как и останки, да, они практически мумифицировались Это вот протяженный 9-й год, вы говорите? 2002-й они практически мумифицировались, да, в болоте Ну, и болото имеет такую особенность Там, да, там можно по документам Потому что была и офицерская книжка, и комсомольский билет, да, и наградной лист И награды, ну, то есть там... Ну, в среднем, понятно, что это тоже такая статистика сложная Но, там, условно говоря, на 10 обнаружений сколько будет? Такой статистики нет, но, к сожалению Если процентов 5-10 удается идентифицировать, да, по каким-то предметам Вот, в первую очередь, наградам, да, при солдат Это очень хороший результат Правда, помогает иногда архивная работа Но бывает так, что один пропавший боец, допустим, с наградой Он за собой может потянуть, скажем, и фамилии тех людей С которыми он, да, с кем он вместе погиб Если там в каком-то секторе мы находим равное Вот, допустим, пропавшим без вести количество солдат Мы можем с очень большой долей вероятности сказать, что это именно те люди Которые в отчетах проходят как пропавшие без вести вот в этом боевом эпизоде С немецкой армией, к сожалению, там, или к счастью, обстоит дело гораздо лучше Потому что при каждом немецком солдате был идентификационный жетон И то процентов 70 только удается установить Потому что они тоже не всегда сохраняются Это зависит от обстоятельств почвы, да, и материала изготовления И хорошо, что вот практику именно идентификационных жетонов Потом переняла и в том числе российская армия, советская в Афганистане Ну, хорошо в кавычках, наверное, да Хорошо в кавычках, конечно, конечно Ну, дальше, насколько я понимаю, там бывают случаи связи с родственниками С потомками, скажем так Как это происходит и случалось ли вам связываться с людьми Вот какие-то запоминающие случаи, реакции там и так далее Да, то, что находят родственников, ну, это, конечно, кропотливая работа Но такое случается, не скажу, что это редкость В качестве примера, даже в этом году были найдены родственники одного из солдат Просто родственники не смогли приехать на перезахоронение Это Россия? Да, это Россия Но вот один эпизод очень хорошо запомнился Это было лет 10 назад Тоже, кстати, в районе Пампали Ну, относительно в районе Пампали Южнее Салдуса Мы нашли останки майора Настаева Определили его по ордену Отечественной войны второй степени Он номерной Вот, и этот майор служил в морской пехоте Был, соответственно, с Черноморского флота перекинут сюда И погиб в бою Нашли мы его в воронке Еще несколько десятков солдат мы нашли в том районе Так вот, на перезахоронение приезжал его внук Тоже майор Военнослужащий Российской армии Он, да, причем он воевал в Чечне Родом из Кабардино-Балкарии Воевал в Чечне Потом, судя по всему, после ранения Перешел в российскую полицию Но факт то, что майор Приехал на похороны своего деда Тоже майора Ему был передан этот орден По которому его идентифицировали Он участвовал в перезахоронении С каждым годом легче связываться с родными Идентифицированных солдат В чем-то да, в чем-то нет Время безжалостно, время, в общем-то, делает свое И если распространенная фамилия То, конечно, поиски могут занять очень-очень много времени Хотя, конечно, многое компивиторизировано Да, это в чем-то, конечно, облегчает этот поиск Но, к сожалению, те награды, по которым нам не удается найти родственников Мы передаем в российском посольство Они, соответственно, переправляют в Россию Там эта работа проходит, наверное, еще годами Но этот момент именно перезахоронения Присутствие вот этого, он, конечно, упущен Но по прошествии времени, если такие родственники находятся Хотя бы передаются награды А солдатов хоронят не с медалями и орденами? Нет, мы такую практику сейчас не проводим Потому что, во-первых, эти награды нужны для идентификации И второй момент, все-таки, если родственники находятся То это, ну, поверьте, для людей, которые столько десятилетий Ничего не знали о своих родных Это хотя бы какая-то память Потому что очень часто бывает, что мы не можем вернуть останки солдата на родину По той причине, что, ну, представляете, там в воронке 5 человек Все это перемешано в кашу Мы не можем разделить эти останки Их приходится хоронить, что называется, в братской могиле И что остается? То есть, какие-то там есть ДНК проводить анализы данных? Ну, это же, во-первых, нельзя сделать по каждой кости И к тому же, чтобы проводить ДНК Представляете, какая должна быть база данных тех родственников Которые ищут своих пропавших без... Это невозможно, это нереально А родственники чаще всего, они, ну, то есть, они, получается, живут в неведении Они знают, что родственник погиб на войне Или есть те, кто... Вы сообщаете, оказывается, что человек сам уже То есть, какие-то, да, поиски проводил Есть у нас был такой пример Когда люди годами искали своего отца У него оставалось двое сыновей И вот этого солдата мы нашли в Алксинском районе Определили тоже по медали «За отвагу» Вот, и... Правда, это уже было лет 16-17 назад И, представляете, у него жена была жива И мы его, поскольку он был один С наградой, мы его смогли перевезти на Украину Откуда он был родом И мы потом получили видео, да, где его хоронили со всеми военными почетами На Украине Жена была жива И там, конечно, вся эта история, она такая душераздирающая И вот это основа для хорошего кино Это такая жизненная драма С таким периодом, да, потому что его действительно искали Его сын служил, кстати, в Добелло, да Вот, один из сыновей служил в Добелло, да И последнее письмо было где-то из-под Ленинграда Обнаружили его, ну, близко к границе в Алксинском районе На территории Латвии останки каких воинов вы еще находили? Или только немецкие и советские? Ну, в общем, мы находим латышей, причем с обоих сторон И легионеров, и тех, кто воевал на стороне советской армии По жетонам у нас один Хорват был Если брать опять по жетонам с немецкой стороны, я имею в виду По жетонам были и представители Голландии Вот, и очень-очень многих, ну, соответственно, с советской стороны Все народы, населяющие СССР Вот такой тоже, такой немножко циничный технический вопрос То есть, когда в зависимости от того, солдат какой армии обнаруживается Да, вот дальше ведь этим, ну, опять же, в кавычках занимается Там, будь то Россия, может заниматься наше государство Если это, например, легионер, наверное Как это происходит, и как это отличается в разные случаи? В посольство, да, сообщается изначально? Ну, что касается российской стороны, там все в порядке Уровень доверия к нам очень большой И по факту мы посольство сообщаем только перед захоронением То есть, ну, уже отчитываемся, объясняем, сколько солдат, что, чего Вот, какой идентификационный материал, что мы можем идентифицировать В случае необходимости, конечно, просим какую-то помощь у посольства Что касается немецкой стороны, там не посольство занимается Там занимаются общественные организации, так называемые Фольксбун То есть, союз немецкого народа по уходу за братскими захоронениями Вот, разница основная в том, что если советский солдат хоронят по Ну, максимально по всем возможным почестям, да Здесь с участием посольства, военного атташе Российской Федерации То немецкие солдаты хоронятся в процессе так называемого технического перезахоронения То есть, без официоза, без прессы А где это происходит? Есть несколько крупных кладбищ, где концентрируются останки немецких солдат В первую очередь, Салдус, под Рига в Бебербете, в Далгополском районе Вот основные, но в основном, конечно, Салдус А я правильно понимаю, что Латвия вот в этой всей истории поисковой Ушла вперед на фоне балтийских соседей И здесь помогает, я понимаю, что сотрудничество с комитетом братских кладбищ Доковор тот же с Россией Так ли это? Действительно ли нам удалось в этом плане уйти вперед? И есть ли в этом какой-то исторический контекст тоже? Что Латвия, может быть, у нее вот этот вот передовой Вы будете смеяться, с точки зрения идентификации немецких солдат Мы опередили даже Германию То есть у нас все действительно очень хорошо в этом плане И большое спасибо и комитету братских кладбищ Да, за очень конструктивное сотрудничество Это же по цифрам или как? Ну да, у нас процент идентификации немецких солдат выше, чем везде в мире Что это за процент? Ну, 70 и больше Ну, то есть из всех найденных более 70% определены Нам удается найти больше всего жетонов И даже повреденные жетоны нам удается прочесть Ну и в этом плане государство, можно сказать, что оно способствует В этом плане Латвии есть чем гордиться А есть у вас какая-то, вы говорите о комитете братских кладбищ А есть какая-нибудь государственная поддержка? Со стороны Латвии государственная поддержка, я вам скажу так Если нам не мешают, это уже очень хорошо Что значит не мешают, поясните Ну, не знаю Ну, это такой определенный юмор Нет, государственная поддержка, она заключается, во-первых, в конструктивном сотрудничестве с комитетом братских кладбищ, соответственно, все разрешения, координация и так далее, так далее Это происходит, да Государственная поддержка, получается, когда мы осуществляем экспедиции в Россию по эксгумации солдат латвийских, которые воевали на немецкой стороне Вот, это все имеется, да Ну, во всем остальном, скажем так, ну, это, ну, наше хобби Звонок, давайте, прием, наденьте на ушки, пожалуйста Доброе утро Доброе утро, ждем победы Спасибо А вот у меня у жены бабушка добавила себе три года, чтобы уйти заработать на завод Брали на завод работу с 12 лет, она ушла в 9 Ей поставили ящик в военное время, чтобы она доставала до станка и работа И ткала парашюты А какие находили, вот, вы, ну, реально юные солдаты, были ли, вот, молодежь, вот, ну, до 18 лет, или, может быть, еще меньше Спасибо 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 вам Интересный вопрос Скажу, как есть, 18-летних солдат мы находили Даже уже таких, кто получал награды В частности, я вспоминаю одного солдата, сержанта по званию Ему, по-моему, 18-19 лет было, с медалью «За отвагу» Опять-таки, из того же района пампали, вот, но моложе – нет Возможно, мы находили женщин, потому что, ну, попадались, скажем так, останки с очень тонкими такими костями, да, ну, определенные такие особенности, да, но идентифицировать возможности не было, да Утверждать, что это очень молодой солдат, или меньше 18 лет, я не берусь Ну, вот ваша работа сейчас подумалась просто, что она иллюстрирует вот такие выражения, знаете, как там «не бывает атеистов по копия под огнем», но в том смысле, что вы имеете дело с уже останками, и это никаких отличий между людьми нет, по сути, да, просто все одинаковые, неважно, какую форму он носил, какие ордена Это просто чела-люди, которые вот… Именно так. Наша организация стоит на том, что мы, для нас любой солдат, любые останки, отношения к ним совершенно одинаковые, да, это не значит, что мы свою работу сделаем хуже в зависимости от того, какой армии принадлежит солдат Нет, мы хороним всех, находим всех, вкладываем душу и энергию в эксгумацию каждого солдата Вот по этой же теме хотел спросить, насколько я понимаю, несколько лет назад в Саласпилсе активисты добились того, чтобы дорога не проходила, или жилой комплекс, там речь шла о жилом комплексе, не был построен вот на месте, где братское кладбище Сейчас самая громкая история последних в Риге, это так называемый Кламбичинский трамвай, да, который тоже вот хотят якобы проложить Ну вот послушав вас, так получается, что мы нигде ничего не можем строить, мы в принципе живем на костях Есть вообще смысл вот такого рода активизма в таком случае? Все получается, вы доходите останки под дорожным покрытием, как правило, значит, уже проложена куча таких дорог К сожалению, да Как вы к этому вопросу относитесь? К сожалению, да, но говорят весь мир и большое кладбище, подумайте, сколько людей жило на планете, да Вот, но ведь человек отличается от, скажем, других особей, наверное, какими-то принципами, какими-то взглядами Вот, это же нужно в первую очередь уважать себя А уважение к мертвым, это тоже часть уважения, в общем-то, к себе И, может быть, в завершении программы, поскольку у нас в обществе в основном вспоминают, Иван, не дважды в год Это 16 марта и 9 мая Какое ваше отношение к сегодняшнему дню, будь то 8 мая или 9 мая? Как представителя, ну, поискового общества? Ну, и в целом вашей команды? Мы стараемся уходить от каких-либо идеологических штампов, потому что у нас в организации люди достаточно разных взглядов, да Но, что мы можем сказать о себе однозначно, что мы очень уважительно относимся к любому мнению И мы уважительно относимся к любому солдату И мы говорим, что не все были коммунисты и не все были фашисты Это все жертвы войны И спустя столько лет наше дело – это этих солдат предать земле, воздав им последние почести, хотя бы как людям, как мужикам, которые прошли такое, что не дай Бог нам всем И наше отношение к 8-9 мая очень простое В Европе закончился ужас, кошмар, который, я говорю, не дай Бог, с чем-либо подобным кому-либо из нас столкнуться вновь Спасибо большое, представитель поискового общества «Легенда» Виктор Лелес был гостем нашей первой части